целая бригада вышла чистить крышу как слаженно работает ангелохранитель им всем рекордные снегопады поистине не успели упасть последние снежинки последние хлопья снега как на московских форумах появились предложения почистить автомобиль освободить автомобиль из снежного плена за какую-то сумму денег от 500 рублей полторы тысячи так далее некоторые из предлагающих услугу даже меряют глубину снежного покрова и в зависимости от этого определяют дальнейшую стоимость высвобождения железного коня скажем так из-за лап на хозяюшки зимы что же а это дело каждого человека как оценивать стоимость собственного труда а вот сколько стоит сам человек а это зависит от человека от конъюнктуры от условий и сейчас в рф здесь айтишники становятся дороги как никогда потому что глава Минцифры сообщил вот только что на брифинге что порядка 100 тысяч айтишников из числа общего уехавших отсюда в связи с могилизацией возвращаться не собираются и около 20 процентов из числа уехавших продолжают работать из-за рубежа на удаленке также Минцифра вновь отказалась поддерживать увеличенное на налогообложение на тех кто решил не ввязываться в грех каинов там и так далее в бойню в кровавую и предпочел сделать ноги что ж сколько что стоит это большой вопрос и очень интересный давайте дорогие друзья немножко поговорим об этом канада начала полномасштабные санкции против абрамовича олигарх российского происхождения который многолетний пытается как-то отпочковаться от рф наконец попал под удар великобритании да да друзья вы не ослышались я сказал великобритании но как же так ведь канада а канада является частью британского содружества независимых государств вот так вот британия делает это чужими руками добрый вечер друзьям с вами снова я захарыч блаженный подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мой труд друзья простите вот выхожу с таким роликом который частично повторяет содержание моего поста в сообществе и одновременно поста в телеграме в одном из телеграм-каналов ссылки на два вы найдете в описании к этому видео там же ссылка на второй youtube канал подпишитесь пожалуйста это все рядом с информацией о том как меня поддержать и знаете хочу вам сказать что вот это вот все что происходит сейчас это и есть продолжение операции нео-колония к колония нео-колония и эта операция не имеет аналогов и не имеет прецедентов в современном мире раньше так не делали и все происходящее беспрецедентно европа осуждает колонизаторство европа отказалась от колонизаторство от этой политики грабежа порабощение и так далее еще бы они не отказались ведь голландия которые сегодня устами своего премьер-министра вновь осуждает колонизаторскую политику и просит прощения у колонизованных некогда народов голландия крохотная страна владела индонезией в которой сейчас живет почти полмиллиарда человек крохотная крохотная голландия но тогда они грабили как хотели делали все что хотели теперь же законы этих цивилизованных стран сша европы канады великобритании безусловно запрещают колонизаторство запрещают этот грабеж и вот бывшая российская империя бывший советский союз как-то его группа ловких людей взяла и развалила несмотря на то что на референдуме проголосовали люди против развала и так далее развалили и начали пировать на обломках и вот надо же как-то это принять участие западным силам а как если их собственные законы запрещают им колонизаторскую коррупционную деятельность не только у себя на территории страны но и за рубежом где бы то ни было змею руками глупца ловят гласит грузинская поговорка так она происходит и здесь с нами как а те у кого оказалась в руках власть из-за их на храпистости воли к победе и пустоты в душе вот они решили почему-то что разноцветные нарисованные фантики особенно заграничные стоит гораздо дороже этой грязи этого снега глубокого непонятный какой-то нефти вонючий газа и тогда они нефть с газом тоже можно продать в общем понятие родина для этих упырей отсутствует они начали продавать ее кусками получать за это много много денег и знаете но ужас том что они сами продавая родину понимали что надо отсюда бежать и деньги эти они оставляли за рубежом сами а западу осталось только применить к ним свое антикоррупционное законодательство вот как все оказалось просто и как ловко работает операция колония вдобавок занятные вещи вот они там отказались от всего западного круто молодцы этот макдак загасили вместо него сделали вкусно и . так вот этим вкусные . но они не такие уж вкусные оказались все таки стандарты не соблюдаются и не знаю ну да не то бренд не тот и также с вот этой водка коричневый под кока-колу сделанной жидкостью никола же все равно никола понимаете но ощущаешь или это магия бренда неважно ворованная не сладкая невкусная до целый парк самолетов airbus boeing которые в лизинге то ли то есть долгосрочной аренде здесь были они себе забрали сделали это первыми развязав западу руки продолжать операцию на колония вот и теперь запад может чистой совестью со всеми основаниями ошкуривать всех олигархов делать они это будут не спеша под предлогом мотивировкой помощи кому кому-то там еще я не буду сейчас озвучивать кому но вы меня прекрасно понимаете и как бы мотивировка то железо бетонные после всего что наделали да и будут ошкуривать а деньги эти были когда-то нашими а мы когда-то все были одной страной слушайте это как анекдот простите про групповуха его здесь озвучивать не буду но кое-кто остается в дураках постоянно это мы с вами простые люди почему да потому что мы может быть и умнее этих упырей и понимаем все как надо и родину любим но нет у нас такого волстолюбия такой готовности идти по трупам как у них упыри упыри окончается в итоге тем что упыри понимают что они поменяли кучу родины своей на фантики фантики остались за кордоном им за кордон нельзя потому что там по законам за кордоне они преступники и вот они здесь с нами и еще обязательно они будут искать пятую колонну и кого-то в чем-то обвинять об этом недвусмысленно сообщил никем не избранный и солнцеликий обнуленный находясь в минске про пятую колоннушку они там поговорили ну конечно тут мало это развязать кровавую баню надо еще кого-то под ковер замести понимаете ну вдруг кого-то не успели могилизовать а это значит он пятая колонна он еще дышит разговаривает пятая колонна вот так и вот операция колония продолжается и близится к завершению потому что те силы запада которые вот это то есть а шкур грандиозные производили они тоже преступники по законам своих стран и они стремятся остаться в тени предоставив сомнительную пальму первенства в руки сиволапых и здесь выращенных упырей таких вот лаптеобразных скажем так печально это и грустно знаете почему потому что самый дорогой капитал любой страны это ее граждане и и люди чем образование они чему мне этим словом чем свободолюбивее чем талантливее тем больше богатство страны вот так она есть так она и работает но упыри этого не понимают и не поймут никогда они ведь людоеды такова их сущность знаете что мне вот эти все игры деньгами с деньгами они настолько чужды так омерзительно вот это вот все и как они шерудятся там и прочее да господи снег с крыши гораздо веселее и честнее убирать понимаете или как эти ребята освобождают машины из снежного плена и их могилизуют и этих ребят не будет понимаете пора перестать мерить все в деньгах пора перестать мерить свою родину в деньгах свои свой род и свой народ в деньгах это даже крысы так не делают они к счастью денег себе не изобрели просто жуют все подряд и и испражняются крысы лучше людей целого ряда людей обладателей дорогих машин и дорогих костюмов как-то так оно и выходит 100 тысяч айтишников не вернуться сюда это люди которые представляют большую ценность люди которые могли бы и могут трудиться на благо родины и этих людей они изгнали марат хуснулин первый вице-премьер правительства рф упоминал что один северокорейский плиточник по результативности труда на сразу сравним с двумя отечественными как там северокорейскими айтишниками дело обстоит они вообще есть они русский язык понимают или мы все будем учиться говорить по-корейски а марат хуснулин вот что происходит друзья откровенный мрак и ужас разделе до гола одежду продали перенасиловали а теперь уже и на органы разбирают подписывайтесь ставьте лайки пишите комментарии описание подскажет как поддержать мой труд друзья это никакая не теория заговора это совершенная реальность в которой мы с вами несчастные и безмолвные живем совершенная реальность этого жуткого в бытия обворованные до нитки вот мы кто с вами бедные и несчастные дорогие мои желаю вам хорошего настроения объединяйтесь говорите друг с другом подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео помогай нам боженька я буду продолжать свою деятельность тщательно выбирая слова вам Продолжение следует...